Дорогие друзья, уважаемые коллеги, мне очень приятно обратиться к вам с поздравлением с Днем Медика, с Днем Медицинского Работника. Мы работаем в совершенно уникальной специальности, уникальной профессии. И этот год, прошлый год, конечно, особенный, потому что очень много досталось и и очень много пришлось сделать именно медицинским работникам, уверен, что статус специальности поднялся. Мне хочется в этом поздравлении немножечко вспомнить о том, что было раньше. 315 лет назад был организован госпиталь имени Бурденко. Это уже очень значительный срок, госпиталь существует, оттуда вышло очень большое количество специалистов. Это одна из основ российской медицины. Это было уже более трех веков назад. При этом 125 лет назад, еще один юбилей в этом году, в России был получен первый рентгеновский снимок. Это произошло достаточно быстро после открытия Вильгельма Коннорда рентгена. Фактически в том же году стала применяться эта технология, в первую очередь, для обследования повреждений в результате военных конфликтов. 50 лет назад другое знаменательное событие – это создание компьютерного томографа или, как его называли, Эми Сканер, EMI, звукозаписывающая компания, которая фактически на Эбби-Роуд создала компьютерный томограф. Дальше эта компания занималась звукозаписью, а уже медицинская промышленность стала производить компьютерные томографы. И спустя 6 лет после создания этого томографа, 44 года назад появился первый КТ в Советском Союзе в Институте Неврологии Академии Наук. Тогда в Россию привезли два аппарата, один в ЦКБ 4-го Главного Управления и один в Институт Неврологии. И вот были получены первые компьютерные томограммы головного мозга. С тех пор мы знаем, как масштабировалась вся диагностика. 26 лет назад в ВМА были проведены первые дистанционные телемедицинские консультации, а 25 лет назад был создан научно-практический центр медицинской радиологии, который теперь называется Центр диагностики и телемедицинских технологий. Ну и, наконец, значимое для нашего центра событие – это организация Московского референс-центра, телемедицинского центра лучевой диагностики год назад. И история продолжается, все больше технологий, которые появляются у врачей. И я желаю вам работать с удовольствием, иметь возможность предоставить лучшее пациентам. Самые современные технологии, самые современные препараты нам есть чем гордиться. Московская медицина стала привлекательной для самых ведущих специалистов. Сегодня уважают тех, кто работает именно в московских клиниках. И, конечно, велика роль в этом Леониде Михайловича Печатникова, который, собственно, 20 июня отмечает свой день рождения. Поэтому поздравляю всех медицинских работников, всех специалистов с этим прекрасным днем, желаю успехов в специальности и берегите себя.